Музыка Тема нашей разновидности церквей. Я быстро напоминаю вам, что мы преследуем цель увидеть качество современных церквей, я имею ввиду общин, таких как Дом Горшечника, Церковь Вифания, Церковь Триединой Благодати и так дальше. Любая церковь, которая существует сегодня в Сакраменто, кто знает сколько в Сакраменто церквей? Славянских, славянских. Я когда-то слышал, на братской сказали 126. 126. Мне интересно, как их братья считали, но около сотни есть. Смотрите, и среди, допустим, у нас 100 церквей славянских есть сегодня в Сакраменто, и среди этих 100 церквей, друзья, всегда есть качественно, ну, всегда есть, надеюсь, эфесская церковь. Качественно, феатирская, пергамская, качественно. И мы с вами разбирали, что эфесская церковь, я думаю, что эфесской сегодня нету в Сакраменто. Как вы думаете? Если была эфесская церковь сегодня в Сакраменто, мы бы знали про нее. Мы бы знали про нее. И мы говорили с вами, смирская церковь. Я думаю, смирской тоже нету, потому что основной признак смирской церкви – это страдающая церковь, это церковь, находящаяся в гонениях, в трудностях и так дальше. Друзья, сегодня мы поговорим о феатирской церкви. Как мы уже говорили с вами, что в названии каждую из церквей Бог не случайно выбрал пергамскую, феатирскую, эфесскую. Он заложил в название церкви некий намек на то, какое основное качество в этой церкви. Послушайте, слово феатира, у него есть много названий, переводов разных, ну, немного, но есть. Я выбрал то, что, на мой взгляд, является характеризующей чертой этой церкви. Слово феатира можно перевести из греческого как «запах бедствия». Запах бедствия. Послушайте, что было, вообще, в чем идет речь? Понимаете, есть, друзья, бедствие, а есть еще только его что? Запах. Бедствие еще не случилось, но ты уже предчувствуешь то, что должно наступить. Феатирская церковь – это не церковь проблемы, но в нее уже начали эти проблемы что? Проникать. И мы поговорим сегодня, потому что центр феатирской церкви, в котором спорят все богословы, это какая-то жена, имя которой, как? Язавель. Центр феатирской церкви – это Язавель. И мы почитаем и увидим, что, в общем, церковь нормальная, хорошая, здравая. Поговорим сегодня об этом. Но уже ощущается приход проблем. Окей? Я думаю, что феатирских церквей в Сакраменто есть много. Ты посмотришь на церковь. Нормально, церковь, все функционирует, все работает. Но где-то на подсознательном уровне, знаете, у духовного человека, который приходит в эту церковь, он что-то чувствует, он не может это выразить словами. Что происходит? Проповедь есть. Песни есть. Собрание есть. Но где-то на каком-то уровне человек сидит и думает, что-то не то. Что-то как-то в духовном мире запах проблемы. Поняли, что такое феатира? Да? И для чего, друзья, мы все это разбираем? Потому что Христос всегда, когда говорит церквям, он говорит так, 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 обличает. И потом дает для этой церкви что? Совет. И говорит, сделай то, то и то. И у тебя все будет нормально. Хорошо. Итак, ну немножко истории, друзья. Феатира – это античный город на Западе Малой Азии. Сегодня его руины расположены на территории турецкого города Аксихсар. Аксихсар. Я не произнес, не смогу это произнести. Прочитайте. В древности был одним из важнейших городов исторической области Лидия. Угадайте, в честь кого историческая область Лидия появилась? Да? Потому что был некий библейский персонаж, которого имя было Лидия. И она была родом от Куна. Она была родом из Феатиры. Вообще, если так быстро исторически вам дать намеки, Феатира, она была городом ремесленников. Таким, знаете, как, я не знаю, с чем сравнить. Такой Донбасс. Окей? Где что-то производилось. Такой украинский Донбасс. Я не знаю американский, где, наверное, Тексас будет, да? В Америке Тексас, там где. Силиковная долина. Там мозги работают. А в Феатире работали руками. В основном, основной бизнес у них был – это изготовление покраска тканей. Баграница, Лидия торговала Баграницей, дорогая очень ткань. Почему дорогая? Потому что красная. И в античном мире немного было красителей, которые красили в красивый красный. Это сейчас химия. Какой хочешь, заказывай цвет. С любым оттенком тебе сделают, да? Раньше так не было. В древнем мире крашеная ткань была дорогая. И в Феатире очень много было вот этих вещей. И Баграницу красили двумя способами. Там ракушки мололи. И еще каким-то… Я вот не знаю, честно говоря, я читал, но я забыл. Извините, такая информация не сильно хранится. Она вроде библейская, но она около библейская. Но в Феатире красили не из ракушек, а красили еще каким-то способом другим. И вот таким вот образом там тоже говорят, что были свои гильдии ремесленников, то есть свои юнионы, профсоюзы свои были. И хотя гонений не было на христиан в Феатире, это была негонимая церковь, но мы сейчас об этом поговорим немножко дальше. Проблема была, знаете, в чем? Проблема была в том, что человек, который каялся и приходил в церковь в Феатире и становился христианином, он уже не мог быть частью гильдии. Потому что гильдия имела своих богов, свое богопочитание. И если ты красивщик, то ты поклонялся там богу какому-то. Я, опять же, не хочу вас знакомить с этими богами, они мне тоже не сильно интересны. И когда ты становишься христианином, ты автоматически выпадал из гильдии, то есть ты лишался чего? Работы, куска хлеба. Мы об этом поговорим немножко дальше. Феатира. Давайте поговорим, как Христос себя представляет для Феатиры. Смотрите. Ангелу Феатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный. Очи, как пламенный. То есть Христос характеризирует себя частью своих, своего внешнего вида или своих органов. Я не знаю, как правильно выразиться. Он не говорит характеристика в общем. Он говорит, я тот, у которого глаза особенные. Давайте немножко разберемся. Кстати, есть у Беспалова очень-очень интересная проповедь. Мне она очень нравится. Кому интересно, найдите ее, прослушайте. Вот он, что как бы очи, как пламень огненный. И он там подводит такую очень интересную мысль, что как мы сможем взглянуть ему в глаза, когда мы придем пред его лицо. Сможем ли мы взглянуть Христу смело в глаза? Вот подумайте, такая хорошая мысль, она мне понравилась. Или мы будем прятать свои глаза, потому что нам будет взглянуть ему в глаза стыдно. Вот он проводит параллели Беспалу. Но я хочу, друзья, сказать, что здесь намек есть на другое место Священного Писания, которое абсолютно созвучно. Вот это выражение пламень огненный, оно такое какое-то, знаете, огонь огневич. Вот такое какое-то, чтобы вы знали. Оно в оригинале вот такое. Пламень огненный, огонь огневич. Оно созвучно в другим местам у евреев. Смотрите, да, написано так. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. Вот слово ярость огня, это то же самое выражение на греческом, как и пламень огненный. Поняли? Поэтому о чем здесь идет вообще речь? Речь идет вот о чем, друзья. Христос смотрит на церквя сегодня. Не только на церквя. Христос смотрит на человека тоже. И Христос смотрит на церквя и на человека. И, соответственно, состоянию церкви или человека у Христа меняются, что? Очень. Поняли, да? Потому что есть написано, что есть глаза голубиные. Хотя это у невести, но оно подходит. Голубь это символ чего? Мира. А огонь? А огонь это символ суда. Это символ наказания. Это символ некого истребления. Потому что мир, который сейчас существует, он будет истреблен. Другими словами, вы же понимаете, о чем я говорю, потому что это дело житейское. Ты можешь посмотреть на своего ребенка, и твой ребенок сразу заулыбается. Да? А можешь взглянуть на своего ребенка, и он начнет плакать. Так или нет? И вроде нету огня в твоих глазах. Но дитё понимает. Особенно, особенно, когда это связано с неким действием твоего ребенка. Да? Так или нет? Бывает, что папа приходит сердитый домой. И он сердитый. И у него тоже в глазах пламень. Но ребенок ничем не виноватый. Правда? Боится в таких ситуациях ребенок папа или нет? Маленький не будет бояться. Но если ребенок что-то натворил, то папа и несердитый даже пришел. Но ребенок чувствует это все. Я, друзья, специально провожу параллель, чтобы вы понимали, что Христос смотрит на состояние некоторых церквей. И он еще ничего... Понимаете, когда ты смотришь, это еще не значит суд. Это не значит, что ты судишь. Но он смотрит на состояние некоторых церквей, и суд для этой церкви уже готовится. Она еще не судима. Но Бог уже выносит свой некоторый приговор. Бог смотрит на некоторых людей, и в его глазах появляется пламень огненный, пламень суда. Мы будем, друзья, судимы. Бог должен смотреть на церковь и смотреть на свою церковь, как написано. Как он будет смотреть на свое наследие? Как? С довольством. Знаете, что такое слово довольство? Это удовлетворение. Понимаете? Удовлетворение. Это значит, он смотрит, и он, я не знаю, можно ли так выразиться о Господе нашим, что он чувствует чувство радости и удовлетворения, потому что дети его поступают в истинное. Есть же церковь, на которую он смотрит, и в его глазах зажигается огонь. Это понятно? Почему зажигается огонь, друзья? Друзья, мы с вами сейчас разберемся, мы увидим, что это не просто фигуральное выражение, это некое отношение Господа к церкви. Причем я хочу еще раз повторить, смотрите, то, что совершается на небе, не всегда бывает видно нам на земле. Поняли? Господь начинает гневаться на церковь, но на уровне физическом этого еще совсем, что не видно. А для чего вообще нам это написано, скажите? Должны ли мы ждать, пока суды посыплются на церковь? Понимаете, друзья, есть некоторые намеки Священного Писания, которые мы должны понимать. Знаете, есть такое состояние у ребенка, когда ребенок делает шалость. Был у вас такое? И папа смотрит на ребенка, а ребенок углянулся на папу, делай дальше. И опять углядывается. И делает дальше шалость. И опять углядывается. Но папа молчит. Папа ничего не говорит. И поэтому ребенок что делает? Продолжает делать шалость. Понимаете? И, ну я не знаю, допустим, он там, я не знаю, разбирает будильник. Разбирает будильник. Папа смотрит на него, разбирает будильник. Папа молчит. Папа же молчит. Дальше разбирает будильник. То, конечно, когда он доломает этот будильник, папа реагирует. Но может быть потому папа и смотрит на него, чтобы он перестал ломать этот будильник. Понимаете, на что здесь Писание намекает? Писание намекает, посмотри, как Бог сегодня смотрит на тебя. Определись, душа. Это касается церкви, друзья. Это касается лично нас всех. Аминь. Не жди, пока папа придет и будет наказывать. Законно уже наказывать. Остановись, он смотрит на тебя. У него очи, как пламени они. Не жди сюда. Поняли? Мы сейчас об этом поговорим, друзья. Смотрите. Я докажу вам, что моя мысль правильна, потому что я уже даже говорил на эту тему раньше. Мы разбирали 21 главу Иоанна. И я вспоминал об этом, друзья. Нет, обману и не 21 Иоанна. Мы разбирали с вами Скинию. И говорили о том, что медь это признак суда. Весь внешний двор Скинии и храма Соломона был сделан из меди. И мы с вами говорили, друзья, что медь это суд. Медь это суд. Вы не найдете меди нигде. В святилище меди не было. И в святом святых меди что? Не было. Там было серебро. Там было золото из камней. Вся медь принадлежала внешнему двору. То есть это был суд. И когда человек попадает под Божий суд, он не находится внутри. Он находится где? Снаружи. Поэтому здесь написано так. И ноги его подобны халколивану. Слово халколиан это составное слово. Халкос означает медь. Либанос обозначает... Угадайте, что? Уже я и написал. Сузвучно даже, да? Получается, если сказать по-русски, перевести его, то оно будет звучать так. Медоливан. Или ливано-медь. Вот это халколиван. Понятно или нет? Что понятно? Вот что такое медоливан? Причем это слово потребляется два раза только в Писании. Для описания ног нашего Господа Иисуса Христа. И там же дальше в другое место говорит. Подобны халколивану, как раскаленные в печи. Это другое место параллельно. Теперь давайте попробуем разобраться. Почему у Спасителя ноги подобны халколивану? Что это значит? Я хочу, чтобы вы поработали. Я знаю, вы ждете все, что Саша сейчас вам все выдаст. Раз и все. Бах, объяснил. Все понятно стало. Вырабатывайте духовные зубы. В комментариях сказали, у Андрея один зуб вырос уже, говорят. Но он тебя будет кусать еще больше этим зубом. Так что ты не кусай меня, Андрей. Слышишь? Вырабатываем духовные зубы, друзья. Ноги. Это признак. Давайте вспомним места Священного Писания, где написано о ногах нашего Господа. Где написано. Не о ногах человека. Навскидку, какое вы вспоминаете? Хотя бы одно место. О ногах. О ногах Господа. Итак, друзья, смотрите. Чтобы понять некоторые вещи, во-первых, надо обратиться к функции ног. Библия везде описывает, что ноги это нечто, чем он поражает, наказывает и судит. Он сокрушает сатану под ногами, он топчет ногами, точила гнева. Но под ногами будут сокрушены его враги. Поэтому слово, друзья, ноги, оно всегда обозначает одно и то же. В большинстве случаев, я просматривал, оно обозначает Божье наказание или Божий суд. Когда Бог сокрушает кого-то ногой. Понятно? Когда он наступает на голову змея. Тоже ногой. Хотя он его жалит, но он сокрушает его ногой. Он говорит, во-первых, он не говорит сразу ноги мои. Он говорит, во-первых, что? Очи мои. Он на первое место ставит глаза. А на второе место он ставит что? Ноги. Почему? Мы должны понимать связь. Ищущий человек понимает. Кто-то прочитает это место, кто проигнорирует. Но порядок в стихе... Порядок стихов может быть пророческий. Но порядок обычно в одном стихе, он имеет логический смысл. Поэтому если, во-первых, глаза, то во-вторых, ноги. Сначала он смотрит, а потом он что? Судит. Сначала он предупреждает, а потом он действует. Посмотрите, там написано дальше про Иезавель. Я забегаю вперед. Он сказал, я дал ей время, что? Покаяться. Он посмотрел, у него воспламенился гнев. А потом он взял и что сделал? И наказал. Ноги его подобны Халкаливану. Почему, друзья, Халкаливану? Во-первых, медь это один из самых тяжелых материалов. Вы знали это, друзья? Когда Бог наступит, поверьте мне, будет тяжело. Но мы не понимаем, друзья, что цель суда, которую производит Бог, это что? Это Ливан. Это благовоние. Мы временами в суды Господних... Я не говорю о неверующих. Послушайте меня внимательно. Я говорю сейчас о церкви, о членах церкви. Может ли Бог судить церковь? Может. Судит. Саша, то же написано, время начаться суду з домов. Правильно. Мы боимся временами судов Божих. Друзья, не бойтесь судов Божих, потому что Божий суд производит что? Ливан. Благовоние. Причем пахнет, друзья, во-первых, для тебя. Не бойтесь, друзья, судов, потому что суды Господние, они порождают благоволение Божие к вам. И если Бог немножко вас наказывает, то обилие милости придет после этого. Мы временами боимся судов. Друзья, не надо их бояться. Давид сказал, вожделены суды твои. То есть желанные. А у нас вот такое, особенно в писятниках. О, Бог тебя судит. О, Бог тебя судит. А нормальный человек скажет, если судит, то и выведет свою праведность во мне. Аминь. Вот поэтому, друзья, Халко Ливан, но это относится только к верующим людям. Поняли? Он наказывает, но он и милует, потому что путем суда, путем суда, Бог может исправить любого человека. Аминь. И если у вас есть кто-то такой, кто в беззакониях застарел, не бойтесь призвать на его жизнь, что Халко Ливан. Не просто Халко, да? Не просто медь. Но Халко Ливан. Медо Ливан. Пускай, Господи, суди его, но выведи из этого, что? Благовоние. Знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое. И то, что последние твои дела больше первых. Друзья, мы разбирали с вами в предыдущих посланиях то, что Бог говорит о церкви. Я не буду подробно и посрочно разбирать, потому что много из того, что мы разбирали, здесь повторяется. Только один пункт, на который я хочу сделать ударение. Но я хочу, видите, я картинку такую специальную поставил, чтобы вы подумали. Вот состояние церкви. Какое состояние церкви? Хорошее или плохое? Смотрите. Знаю твои дела. Раз. Есть дела у церкви или нет? Есть. Знаю твою любовь. Есть любовь? Есть. Служение есть? Вера. Терпение. Терпение. Последние дела твои больше первых. Мы на этом пункте очень картинку оставимся. Но вы поймите, друзья, что общее состояние фиатирской церкви, оно какое? Хорошее. Но когда состояние хорошее, у нас кое-что закрадывается. Я не случайно тот человека сюда поставил, потому что, помните, я когда-то, я даже несколько раз рассказывал это откровение, оно мне нравится, я слышал его лично от брата. Брат сосуд тоже, пастор и сосуд. И он сидит в собрании и видит видение. Видит видение, что в собрание заходит ангел. И ангел в руках держит венок. И ангел зашел в собрание и так, знаете, по собранию ищет кого-то, так заглядывает. А пастор сидит и думает, это точно мне. Но я же пастор, я же, у меня все, и служение, и вера, церковь моя растет. У меня все хорошее, я не знаю, может, Юра видел видение, еще кто-то. Ну нет, конечно, он не Юра, это другой брат рассказывал. И он думает, у меня все в порядке, церковь у меня растет. Кому венец как не мне? Вы догадались, что ангел, конечно, не ему этот венец принес. Понимаете? Но я привожу это откровение в пример того, что временами, вот, нам как пасторям, ангелам церквей, вот есть положение, мы смотрим на внешнюю сторону и видим, церковь умножается, все хорошо, то хорошо, то хорошо, то хорошо. И не стараемся не заглянуть за завесу. Как Бог смотрит на эту церковь. А Бог смотрит на твою церковь очами пламенными. И в здоровой, в нормальной церкви именно эти вещи. Посмотрите, в Феотире все нормально, а Бог говорит ей, ты должен то, 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 то сделать. Как Бог говорит к ангелу Феотирской церкви? Как вы думаете? Кого он использует? Кого он использует? Что откровение пришло напрямую? Он использует людей, друзья. Тот же самый Иоанн, это человек. Он взял, написал послание Феотирской церкви и передал его Пресвитеру Феотирской церкви. И Пресвитер Феотирской церкви открыл это послание. И это его право сейчас принять эту критику или не принять. Сказать, да, точно, Господь сказал правильно, все про мою церковь. Я говорю про реальную Феотирскую церковь в Малой Азии, которой наверняка это послание было доставлено. Понимаете? Или же отвергнуть эту критику и сказать, у меня все нормально. Друзья, если церкви отвергают критику, пастыря являются последней инстанцией, это церкви, которые рано или поздно омертвеют. Омертвеют. Даже если уровень служения есть в этой церкви. Даже если там все настроено, рано или поздно это все рухнет. И мы знаем, это история, это правда, это истина. Поэтому, друзья, не спешите критиковать. Это другой вопрос. Если вы захотите критиковать, пожалуйста, понуждайтесь у Господа, чтобы Бог дал вам правильные слова. Смотрите, как написано. Я завершаю момент критики. Написано так. Иной суе слов ранит словом, как мечом. А язык мудрых врачует. Еще одно место из притчи написано так. Слово мудрых, как иглы. Мне нравится вторая половина этого стиха. Как что? Как вбитые гвозди. Поняли? Вот представьте такой критик. Андрюша, это кстати и тебе тоже. Подумай об этом. Да? Понимаете, что это за критика? Человек пришел и сказал два слова тебе. Так сказал, как два гвоздя забил. Сказал и все. И пошел. И ты не можешь ничего пробовать, потому что ты чувствуешь этот Дух Святой, это Бог. Вот где, друзья, движение, к которому мы должны стремиться. Сестры, это вам очень полезно. Да? Не критикуйте мужей без толку, потому что будете получать тоже без толку. Но если возьметесь критиковать, то гвозди забивайте. И туда ни один муж не устаёт. Потому что Бог будет стоять. Пришла жінка, сказала раз, раз. А ты уже сидишь и чухаешься и думаешь, в прошлый раз, как жінка сказала, то мне таки настигла, то лучше я и цей раз послухаю. Но это ж тяжело. Это тяжело, чтобы иметь такое помазание. Хорошо. Друзья, и последние дела больше первых. Это понятно. Это касается членов церкви. Это касается служения. Это касается всего состояния. Всё должно расти. Быстро завершаю эту, как сказать, этот слайд вот такой мыслью. Посмотрите, друзья, какими вы были раньше при покаянии. Какими вы стали сейчас. Если раньше вы были лучше, то сегодня вы ушли не вверх, а куда? Вниз. Мы должны смотреть назад и видеть. Кто ездит, тот знает, друзья. Едешь, кажется, ты едешь с горки. Взглянул на зеркал, Ваня, да? Ты траки знаешь. Думаю, с горки еду, что так тяжело мотор работает? Взглянул в зеркало заднего вида и понял, что я не внизу, но вверх. Потому что именно взгляд в зеркало заднего вида позволяет тебе понять, куда ты сейчас двигаешься. Поняли? Посмотрите назад и ты поймёшь, куда ты сейчас идёшь. Аминь. Двигаемся дальше, друзья. Но имею немного против тебя. Обратите внимание. Немного. Имею немного против тебя. Потому что ты попускаешь жене Язавели. Называющий себя пророчицей. И учить, и вводить в заблуждение рабов у них. Любодействовать и есть и доложертвенное. Вот что делает Язавель. Во-первых, друзья, очень похоже на учение Николаитов. Похоже или нет? Похоже. Но уже другая ситуация. Давайте чуть-чуть с этим разберёмся. Во-первых, займёмся именем Язавель. Попробуйте угадать, как переводится имя Язавель. Попробуйте угадать. Ну, давайте так. Хороший перевод этого имени или негативный? Хороший или негативный? Потому что угадать точно сложно. Но Язавель значит, например, светлая. Или Язавель значит, например, тёмная. А? Плохой перевод. Плохой перевод, да? Теперь смотрите, как всё интересно. Не так всё просто. У Язавеля есть два перевода. Потому что её имя на греческом обозначает целомудренное. Целомудренное. Да. Юра включает головой, потому что он имя Язавель читал на иврите. А имя Язавель на иврите означает «Ваал возвышен». Или тот, кто возвышает Ваала. Да? А теперь смотрите внимательно. Я хочу, я делаю на это ударение, друзья. У Язавели всегда два имени. У любого лжепророка всегда будет что? Два имени. Если бы у лжепророка было одно имя, его бы никто что? Не слушал. Да? Если бы Язавель была прославляющая Ваала, а кто бы её слушал в церкви? Ну, Язавель целомудренная. Вы встречали таких пророков? Мы ставим нужду за пророка. Показано, сухое дерево и золотое украшение висит на дереве. Да? За пророка. Ставим нужду. За одного. Ну, не буду вам говорить за кого, не важно. Не так суть. Вот и всё. Два имени. Когда посмотришь, с одной стороны, ну, вроде ж золотое украшение, а с другой стороны, абсолютно сухое дерево. Никакого результата из этого не бывает. Поняли? Поэтому вот с Язавелью такая двоякость присутствует. И эта двоякость, друзья, она обольщает. Скажите, кто обольщается именем целомудренной церкви? Кто? Ну, понятно, что в церкви есть люди. Я думаю, в Феотерево наверняка большинство людей видели Язавель как какую? Как целомудренную. И очень немногие видели её как служительницу Ваала. Цель, друзья, или конец Язавелии, это привести людей не к Богу, а привести людей куда? К идолу поклонству, к Ваалу. К конкретному идолу, давайте скажем так. К конкретному пороку. К конкретному пороку. И этот конкретный порок называется любодействовать. Он стоит на первом месте. Если доложертвенно любодействовать. Я сейчас объясню с любодействием. Давайте мы чуть-чуть углубимся, друзья. Три причины успеха Язавелии. Три причины. Первая причина, друзья, Язавель означает целомудренная. То есть она предоставляла себя церкви как некий Божий работник. Как некто, кого употребляет Бог. Вторая причина, друзья, потому что она пророк. И мы делаем сразу вывод, что если Пышный пророчествует, это Божий человек. Правильно? Да? Вы понимаете значение слова пророчествует? Это значит, что я хотя бы один раз попал. Потому что если пророк никогда не попадает, да, не понимаете о чем я говорю. Ну, как вы будете оценять такого пророка, который приходит к человеку, ну вот, это факты нашей жизни, да. Приходит, например, к Свете Шевцовой и пророчествует, что я благословлю твоих детей. Мы все знаем, что у Света детей нету. И 99% он, наверное, уже не будет. Да? И если бы он только в Свете не попал, он к кому пришел, к кому бы не пророчествовал, всем трем не попал. И все. И когда он всем трем не попал, то уже такого пророка мы даже, даже если он себя называет пророком и берет в уста, так говорит Господь. То мы говорим ему, то сядь там, брат, помолчи лучше своими пророчествами, да. Но Изавель была та, которая что? Попадала. Она попадала. И раз попала, и два попала, и три попала, и все. И люди воспринимали ее как пророк. Поэтому целомудренная плюс пророчествует. И последняя, друзья, причина. Она была учительна. Она могла объяснить. Понимаете? За что любят пышного? Любят пышного же он умеет красиво рассказать. Так, как другой не может рассказать. Пышный учителен. Они такой же человек, как все, со своими пророками, недостатками и так дальше. Но если бы я не мог так учить красиво, как Бог мне дает учить, потому что это не моя способность, то наверняка меньше бы людей меня любило. И меньше бы мне звонило, и меньше бы искало моего наставления. Но так как я встану за кафедру, еще красиво вам расскажу, то у вас создается такое предрасположение ко мне, и вы начинаете меня любить. И Изавель тоже так любили. Потому что у Изавели была эта способность. Она была целомудрена, она пророчествовала, и она была учительна, друзья. Я хочу, чтобы вы поняли, что Изавель это прообраз определенного класса. Кого? Людей в церкви. Это люди в церкви. Это люди в церкви. В феотире это может быть не один человек, это может быть группа, это может быть направление какого-то движения. Но вот их признак. Они выглядят целомудренно, они пользуются какими-то пророческими вещами, и они учат. А что они учат, друзья? Они не то, что надо учат. Мы сейчас разберемся с этим. Это понятно? Но имей немного против тебя, потому что ты попускаешь. Давайте немножко прочитаем один стих. И сегодня, сестры, я нападу на дух феминизма, можно так сказать. Я хочу предварить то, что мы... Я хочу предварить то, что я буду говорить дальше, что я абсолютно ровно отношусь к сестрам. Я даже вам честно скажу, что я, наверное, внутри где-то на каком-то уровне феминист. Мне нравится, когда есть некое равенство в мнениях. Я верю, что Бог сотворил равными сестер и братьев. Равными на определенном уровне. И я не воспринимаю, друзья, запрет учить жене, как некое опущение жены в правах. Я не воспринимаю. Сейчас мы с вами с этим разберемся, сестры. Смотрите. Во-первых, я держусь от слова написанного. Я не перетолковываю писание. Есть современные учителя, которые перетолковывают писание и начинают говорить, что жене все-таки можно учить. Если так чуть забежать наперед, то вы знаете, кто был первый, кто сочетал гомосексуальный брак? Сестра. Первый гомосексуальный брак, который сочетали в мире, это была женщина-пастор, которая это сделала. Но, сестры, это не камни в вашей огороды. Мы постараемся разобраться с этими вещами. И я думаю, у нас в церкви это очень здраво. Но смотрите, как говорит Писание. А учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам был прельщен, но жена прельщившись впала в преступление. Друзья, давайте скажем так. Так, я думаю, церковь, которая позволяет женщине учить, это церковь, которая рано или поздно отступит от истины, если уже не отступила. Извините за некоторое такое резкое высказывание, но по-другому я говорить не могу. Но давайте разберемся с этим. Давайте не просто будем использовать слово Павла, потому что Павел, он написал это как заповедь, но у него было понимание этой заповеди. Сестры, давайте разберемся и поймем. Вы должны понимать, что есть некоторые вещи, которые даны сестрам, а есть некоторые вещи, которые даны братьям. Но чтобы с этим разобраться, так как не я это сделал, это сделал апостол Павел, он когда объясняет, почему нельзя учить жене, он возвращается к первой паре. Какая пара? Это была Адам и Ева. И у меня к вам всем вопрос. Скажите, как Ева прельщила Адама? Сестры, получается, что я хитрее за вас. Я бы, например, знаете, что я бы сделал? Я бы приготовил бы его как-то этот плод. Ну, сварил там, не знаю. Сок бы выдушил. Чтоб Адам вообще не понял, что он ест. Друзья, я не хочу в это углубляться, да? Я вам дам два варианта. Первый вариант, она его переубедила. То есть она реально принесла плод и употребляла какие-то слова. А вы мне скажете, как вы считаете? Или же она его обманула. Как вы думаете? Она его переубедила. Обманула, это значит, что она не плод принесла, а приготовила пюре сделала, сок выдушила. Да? Ну, обманула. То есть Адам Ев не знал, что ел. Как вы думаете, она его переубедила или она его обманула? А ну-ка. Переубеди. Сестры все со мной согласны. Но вы посмотрите, друзья, есть некоторые вещи, которые вложены от создания в Еву. И я тоже с вами согласен. Я согласен, что она пошла, сорвала плод и пришла и нашла какие-то слова, что Адам отступил от Бога. Понимаете? Силу убеждения Евы. Друзья, здесь есть поле для рассуждений громадное. Но нам самый главный вопрос, если вам интересно, мы можем вам и медреши почитать, как там все было из-за этого змея. Там все очень интересно. Еврейская традиция, они над этим текстом очень сильно проработали. Но нам не так важно то, как это все практически существует, как то, друзья, что я, я думаю, вы все со мной согласитесь, что Ева употребила убеждение. Она употребила убеждение. И получается, грешная Ева смогла переубедить святого Адама. Поняли, почему теперь жене что? Учить запрещено. Потому что на 99 процентов, во-первых, это все будет не в ту степь, во-вторых, друзья, сила вашего убеждения, сестры, будет покруче, чем моя сила убеждения. Давайте дадим один, если вам интересно, послушайте, есть такой знаменитый учитель Джойс Майер. Да? Я правильно сказал ее имя? Женщина, да. Посмотрите, послушайте, что она учит. У меня была возможность, мы, когда я с Олегом работал на Интеле, там на одном из каналов она все проповедовала, мы пока кофе пили, я имел возможность 10-15 минут слушать ее проповеди. Друзья, это, оно больше похоже для меня на какой-то театр. Понимаете? Ну театр же интересно тоже смотреть, духовности там нету никакой. Абсолютно. И истины, которые она провозглашает, абсолютно это, я не хочу, не хочу критиковать, но если вам интересно, посмотрите. Возьмите любую, возьмите Елену Вай. Любое учение, где вот там вот стоит женщина, друзья, это беда. Это беда. И это не потому, что сестры унижены, потому что таков порядок вещей в этих вопросах. Понимаете? И чтобы избежать этих вещей, Писание говорит прямо жене учить что? Не разрешай. Смотрите, жена имеет право учить на уровне низшим, как бы себя. То есть, если вот сестры наши собираются по четвергам, там братьев нету. Имеет право жена там учить? Имеет. Только сестры, вам совет, посмотрите, там прямо написано, что жены, о чем жены должны учить. Мы просто читаем Писание. Хорошо, да, но имеется в виду основное направление. Там написано учить жен и там написано дальше, что, какое основное направление. Почему я говорю, это касается, кстати, не только вас, жены. Вот вы обратили внимание, что Андрюша меня критикнул в начале служения, что у меня не получаются семейные темы. Он справедливо критикнул. Ну, listen, я это знаю без тебя, что у меня семейные темы не сильно получаются. Потому я, у меня за все время, у меня много богословских тем, а семейная тема у меня может быть одна, а может быть две вы найдете, да. И я не сильно спешу, потому что я не семейный учитель. Но есть братья, которые семейные учителя. Он как скажет, прямо не оторвешься. Понимаете? Так вот, когда семейный учитель берется за богословие, у него обычно не получается. Я одному из таких учителей сказал, сказал, знаешь, брат, дорогой, ты лучше про семью учи, не лезь в богословие, оно тебе не дано. И я так же, друзья, сильно в семью не лезу, потому что мне не дано. Сестры, вы должны понимать, о чем я сейчас говорю. Есть темы, которые, ну, можно порассуждать, а есть темы, которые, ну, не дано. Надо позвать брата, и брат эти темы объяснит. Аминь. Саша, у меня нет такого греха. В нашей церкви ты еще на эти темы не учил олеговы. Это было раньше, я не знал, не слышал. Хорошо. Саша, другой. Ты, значит, пророк. Да, прошу камень немножко в нашей церкви сейчас. Только коротко и четко. Коротко. Кто учит детей в воскресной школе, а в основном женщины? Женщины. Женщины. Наставь юношу в начале пути. Да. Это когда ребенок растет. И у нас женщины, и вот недельная школа, воскресная школа, подростковая, и даже молодежь, бывает много сестры, закладают мышление, учение всей сестры. Почему? Потому что братья ленивые. Потому что, естественно, хорошо, давайте по-другому. Сестры, ну-ка, дайте мне такую информацию. Кто больше работает с детьми в доме? Папа или мама? А? Кто сказал папа? Этому папе надо памятник поставить. Ну факт же, да? Ну факт. Мама. Раз мама работает больше с детьми, естественный порядок, что учителями воскресной школы будут сестры. В этом нету никакого нарушения писания, потому что они, потому что над детьми, например, глава семьи я, да, я пресвитер семьи, а Оксана мой диакон. А наши дети это члены моей домашней церкви. И поэтому она имеет абсолютное право принимать исповедание у моих детей. И понятно, что, ну может Павлику сейчас уже 20, может он не поймет, но если он захочет исповедоваться перед Оксаной, исповедуется, она имеет право принять его исповедание, только, конечно, как диакон. Потому что диакон тоже не все на себя должен брать. Саша, я-то не сам придумал, сам бы, может, не думал, бы на семинаре Франчук проводил Владимир. Он наш христианский... Опять же льешь воду, коротко, четко. Саша, не вода. Он показывал фотографии, историю, исследователь. Он это делал, сделал свои домашние задания. Показывал 20-е, 30-е годы в воскресной школе. Братья, серьезные, солидные мужчины, с такими борными, большими, по 30-40 лет были учителя воскресной школы. И то поколение, которое воспитал, то были 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, до наших времен нашли. Андрюша, я не против братьев в воскресной школе. Женственные мужчины, потому что женщины воспитывают. Вот и вся разница. Мы учим Евангелие, мы не учим их этого. Я не согласен здесь. Но не будем об этом дискуссировать. Это место, на мой взгляд, которое разрешается женщине учить и действовать. Писание говорит в церкви. Что значит церкви? Это значит в общем служении. Это значит, где собраны все. Где основное действие Духа благодати. Давай, Олег. Но если разобраться в Писании, есть в воскресной школе понятие такое? Дети должны быть в собрании? Нет. Совсем нет. Этих воскресных школ не должно быть. Олешка, если ты не знаешь, мы нашли, я считаю, самый идеальный компромисс. У нас во время служения собирается самая меньшая группа. Это те детки, которые все равно ничего тут не слушают. Вот они сидят, там меньшая группа. Я тут, духовные истины, они там бульки пускают. Понимаешь? Ну и что? Это дети, это возраст. Понимаете? Ничего с этим не делается. Поэтому не грех, если таких детей, чтобы они не мешали во время воскресного служения, пускай будут там. А две старшие группы, да, они находятся здесь. Мы с самого начала нашей церкви, мы пришли к этому выводу, что лучшей воскресной школы, чем служения, нету. Нету. А уже когда, например, у нас там воскресенье молодежное, вечером, тогда уже у них тоже своя воскресная школа и так дальше. Но служение, это да. Аминь. Хорошо. Объявляют, по сути, только мужчины. Он писал. И получается, братьев. Не только. Про папу и вредники. Не только. И они не учат, а женщины, которые там все отрезаны, они формируют мышцы. И ты потом уже принимаешь. Не только. А если тебе интересно, посмотри, есть одна учительница, я сам ее слушал, потом перестал, потому что она сильно против Иисуса говорит. Но есть одна учительница, хорошо учит, и сестер она там учит еврейский. Нет, у них тоже. Может не в такой мере в ортодоксу, да, Юра. Ну а сестер тоже братья учат? Ну это, только что, мы будем смотреть на евреев, что ли? Все, мусульман, давай приведи в пример. Давайте, сестер сейчас вообще. Друзья, надо иметь меру и здравость в этом. Понимаете? Если апостол Павел дает заповедь жене запрещаю, это значит, что в то время жены в первоапостольской церкви что делали? Учили. Был кейс. Если бы не был кейс, он бы не писал это. Значит, учили, чтобы привести это в порядок, он говорит, в церкви запрещено. Все. Хорошо. И любодействовать. Давайте очень быстро разберем, у нас еще пять минут, друзья. Итак, то, что Бог говорит Езавеле, он говорит, самая главная проблема Езавеле, она учит, она учит, что делать? Любодействовать. Я просмотрел, друзья, корень, и в греческом оно звучит как порнос. Извините за грубое слово, по-русски оно грубое. Не надо объяснять вам, что такое на греческом это слово обозначает. Но я, друзья, в этом сегодня хочу разобрать синодальный перевод. Мне нравится синодальный перевод, и я верю, что Бог дал мудрость людям, которые делали синодальный перевод. Как мы часто говорили, мы не только читаем оригинал, мы читаем слово на русском. Я хочу вам показать, что русский перевод в этой ситуации, он дает нам пищу для ума. Слово «любодействовать» в русской транскрипции состоит из двух слов. Любить и что? И действовать. Понимаете, друзья, что учит Язавель? Язавель учит любить не Бога, а любить что-то другое. Не просто любить, но и действовать. Вот и все учение Язавели. Ничего страшного. Полюби. Тебе нравятся эти вещи? Да. Это нормально. Люби это. А что можно делать? Можно. Ничего страшного. Язавель вводит внутрь церкви некое смешение. Как я уже сказал, помните, мы с вами разбирали о делах Николаитов и говорили, что дела Николаитов – это смешение, это вести. Язавель делает точно то же самое. Абсолютно то же самое. Только она подкрепляет это мощным учением и еще чем? Пророческим словом. Пророческим словом. Понимаете? Когда-то, друзья, давно-давно-давно, лет, наверное, уже 10, наверное, больше, я видел такое видение. Я видел такое видение. Я видел, друзья, стену. Я периодически повторяю это видение, кто слышал. Я вас прошу прощения, расскажу для тех, кто не слышал. Я видел видение, видение видел церковь, окруженную стеной. И в этой стене выбили пролом. Знаете, как проломали стену. И образовалась такая дыра. И знаете, как всегда сосуд мы, мы как бы уже expecting, что мы увидим что-то такое. Я думал, кто-то придет, встанет в пролом. Кто-то, я не знаю, еще что-то будет делать с этим проломом. Но нет. Появились руки, которые начали этот пролом красиво обделывать. Знаете, как каменщик ложит кладку. И начали этот пролом красиво обделывать. И эти руки обделали этот пролом. И в конечном итоге получился не пролом, а получилась арка. Арка. Вот что такое учение Иезавели. Это сначала выбить дыру в стене, а потом учением красиво эту дыру оформить. И сказать, это не просто, это нормально. Это свободный вход. Просто, если есть старые люди, которые присутствовали при проломе, то они скажут, та здесь была стена, а молодой, который родился, скажет, какая стена? Тут проход. Вы поняли мою притчу? Это происходит в современной церкви. Это происходит в современной церкви. Иезавель была способна учением пролом превратить в проход. И сказать, ничего страшного, ничего страшного. Старые братья плачут, а молодежь говорит, ничего страшного. Аминь. Иезавель, она, конечный результат, это привести к Ваалу, и чтобы ты любодействовал с Ваалом. Но в процессе этого она просто соблазняет. Она вносит какие-то новые вияния. Они подаются под каким-то таким свежим учительским соусом. Свежее помазание. Пророческое помазание. Новое поколение. Поняли? Вот такие вещи. И она это все вносит. И она входит в церкви. И церкви этого даже не замечают, что под этим новым виянием они уходят. И в конечном, это вот так, как ты говоришь, ввели новые вияния и пораздевали сестер. И там порнео начинается, извините за выражение. Но уже на это порнео никто не обращает внимания, потому что оно оформлено учением. Там это все в порядке вещей. И как я уже говорю, я в последнее время на ютюбе не могу смотреть псалмы. Потому что одно порнео, извините. Слушать можно, смотреть очень тяжело. Хорошо, нас время подгоняет. Проблема изавели не в изавели. Проблема изавели в чем или в ком? В ангелии. Этой феотирской церкви. В упущении, смотрите. Слово «ты попускаешь» у нас греческого как предоставлять, оставлять, покидать. Во-первых, конечно, это для нас юрослово. Это значит, что практически все служения в церкви должны быть подконтрольны ангелу церкви. Не должно быть служений. Часто люди обижаются. Но вот здесь Писание прямо нам говорит, видите, вы знаете эту знаменитую картину? Эта картина называется «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Вот таких три мартышки, которые показывают. Первое – ничего не говорю, второе – ничего не слышу, третье – ничего не вижу. Это картина попустительства. Это картина пророка, извиняюсь, священника Илья, который видит, но ничего не видит. Который слышит, но ничего не слышит. И который ничего абсолютно не говорит. Многие говорят, есть некоторые источники, которые говорят, что Изавель была физической женой пастыря феотирской церкви. Тогда это немножко понятно. То это, друзья, попустительство, которое делает ангел церкви. И за это Бог будет спрашивать. За это Бог прострет свою руку, мы поговорим о наказании. Мы сегодня еще не успеем это все сделать. Но очень коротко хотелось бы мне сказать, то, что мы говорим за ангела церкви – это хорошо. Друзья, но вы все имеете дома, имеете детей, имеете жен, имеете мужей, имеете внуков. Друзья, помните это слово. Не попускайте. Поступайте по истине Ивановской. Ну, мы живем в Америке. Да, мы живем в Америке, но истина не изменилась. Может быть, это не понравится нашим детям, нашим внукам, но наша позиция должна быть что? Четкая. Наша позиция должна быть четкая, друзья. Может, это еще кому-то не понравится. Я буду говорить то, что я понимаю, и буду держаться того, как я понимаю. Пускай попускают пастыря, ты не попускай. Пускай попускают епископа, ты в доме своем не попускай. Пускай попускают мама и папа, ты, как член церкви, себе не попускай. Аминь? Потому что Писание говорит, ты виноватый в этом. Что тебе вверено, вот на том уровне не попускай. Аминь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok